Глава 3. ФРС и другие центральные банки в 21 веке. О правовом статусе ЦБ. Не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка. Для правильного понимания истинной роли центральных банков в экономической, социальной и политической жизни общества крайне важно разобраться в вопросе правового статуса центральных банков. Они изначально были акционерными обществами, а в качестве акционеров выступали преимущественно отдельные физические лица, банкиры, а также юридические лица. Частные коммерческие банки в свою очередь центральные банки управляют частными коммерческими банками. Вот такая диалектика курицы и яйца. По существу центральные банки, как мы уже отмечали, прикрывают жульническую деятельность ростовщиков. Выше мы называли центральные банки генеральными штабами ростовщиков. Можно их назвать проще – крыша. А тот, кто прикрывает жуликов – и сам жулик, только тщательно маскирующийся и заботящийся о своей неприкосновенности. Правовой статус самих центральных банков внятно не могут объяснить даже самые ушлые законники. Юрий Болдырев, бывший заместитель председателя счетной палаты РФ, охарактеризовал статус центрального банка Российской Федерации словами поэта Пушкина. «Не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка». Эти слова применимы буквально к любому центральному банку мира. Делается все возможное и невозможное для того, чтобы доказать, что центральный банк должен быть независимым от правительства институтом. На самом деле, в финансовом мире, в его жесткой вертикалью власти независимости отдельных институтов не может быть по определению. Это все равно, что говорить, что на какие-то материальные объекты Земли не распространяется действие закона гравитации. Если центральный банк той или иной страны независим от своего правительства, значит он зависит еще от кого-то. Не будем гадать от кого. Он зависит от мировых ростовщиков и их генерального штаба под названием ФРС США. Только эта зависимость всячески скрывается. О механизмах контроля за национальными центральными банками со стороны ФРС в учебниках по экономике ничего не пишется. Вот как о содержащейся в учебниках аргументации того, почему центральные банки должны быть независимы от правительства, пишет с иронией автор статьи «Ставка ЦБ как фактор кризиса». Изначально вывод эмиссии из-под контроля правительства обосновывался такими соображениями, что, дескать, правительство не может разумным образом распоряжаться такой пикантной привилегии. Что правительство по определению начнет печатать денежные знаки для покрытия бюджетных дефицитов. Поэтому нужно считать, что под управлением мудрых банкиров процесс эмиссии будет более разумен, оптимален и сбалансирован. Все это было хорошо, вот только какими соображениями такой подход можно подтвердить? Что банкиры? Это какие-то особые утонченно безупречные люди, сделанные из другого теста? Они что, являются обладателями каких-то особых знаний или эзотерических учений? Эти знания что, недоступны пониманию обычных министров? Ну хорошо, ну передали эмиссионную функцию в отдельную независимую от правительственной структуру. Какие-нибудь правила или порядок распоряжения этой функции кто-нибудь прописал? Где-нибудь это было опубликовано? Где гарантии, что новые распорядители с упоением не пустятся во все тяжкие по новой? Вопрос также открытый. По сути, центральный банк любой страны это отдельная ветвь власти, которую иногда называют пятой властью в стране. После трех традиционных законодательной, исполнительной, судебной и четвертой, под которой принято понимать СМИ. На самом деле, по степени влияния на все стороны общественной жизни, центральные банки могут претендовать на то, чтобы быть первой властью. На примере США хорошо видно, как центральный банк ФРС подмял под себя другие ветви власти. Федеральная резервная система прилагает все усилия, чтобы скрыть свои возможности, но, правда, такова Федеральная резервная система захватила правительство. Она управляет всем, что происходит в нашей стране и контролирует все наши зарубежные связи. Она произвольно создает и уничтожает правительство, отмечал в начале 30-х годов конгрессмен США Мак Фадден. За эти слова ростовщики убили конгрессмена. Профессиональные экономисты и другие идеологические работники, обслуживающие хозяев ФРС, пытаются доказать, что ФРС не совсем частная структура. Она находится под приглядом государственных властей. Главный аргумент заключается в том, что кандидатуры членов Совета, управляющих ФРС, предлагаются американским президентом и утверждаются Сенатом, Верхней Палатой Конгресса США. Однако это чисто формальная процедура, которая не дает государственным мужам возможности контролировать деятельность ФРС после того, как члены Совета, управляющих, заняли свои кресла. Ведь решения ФРС не подлежат ратификации американским президентам или Конгрессам США. К тому же члены Совета, управляющих, занимают свои кресла намного дольше, максимальный срок до 14 лет, чем назначенные их президенты и сенаторы. Деятельность ФРС не финансируется из государственного бюджета, а Федеральные резервные банки почти полностью освобождены от налогов, кроме налога на недвижимость. Для Федерального резерва законы США не писаны. Фактически это настоящее государство в государстве. Судя по всему, внешнее государство под названием Соединенные Штаты Америки нужно для внутреннего государства под названием ФРС США в двух качествах. Как защитная оболочка, как питательная среда, подобно тому, как паразит не может жить вне тела живого животного или человека. Интересно почитать принятый почти столетия назад закон о Федеральном резерве, особенно если его сопоставлять с Конституцией США. Например, параграф 30, принятого в 1913 году закона о Федеральном резерве, гласит, право вносить поправки в этот закон ограничивается. Параграф 25 закона определяет порядок создания банками, входящими в ФРС своих филиалов за границей. При этом правительство не имеет права контролировать работу этих филиалов, даже если такая необходимость продиктована соображениями национальной безопасности. Параграф 341, часть 2 указанного закона еще интереснее. Там говорится, что закон действует в течение 20 лет. Если за это время не будет отменен Конгрессом США, или если лицензия ФРС не будет отознана в связи с нарушениями закона, получается, что в 1933 году Федеральный резерв должен был прекратить свое существование, либо Конгресс США должен был в соответствии с принятыми процедурами продлить срок действия закона 1913 года. В этот год, как известно, к власти в Белом доме пришел Рузвельт, друг и помощник главных акционеров ФРС. Федеральный банк Америки продолжил свое функционирование без каких-либо телодвижений со стороны американских законодателей. Видимо, Рузвельт и обладатели, обитатели Капитолия, как и полагается в критические моменты истории, когда демократические процедуры становятся обременительными и вредными, руководствовались исключительно революционной целесообразностью. Вот что пишет по поводу Центрального банка, как важнейшего органа власти современных ростовщиков, Островский в своей интересной книге «Храм Химеры». В современном обществе деньги – это власть. Эмиссия денег – это эмиссия власти, распределяемая эмиссионными центрами. Источником власти является, вопреки демократической конституции, не народ, а эмитент, законно грабящий производителя при помощи эмиссии. При этом эмиссия разоряет всех, кроме эмитента и связанных с этим структур. Эмиссия поддерживает избранных в окружении эмитента и разоряет неугодных, поскольку кредит, а эмиссионные деньги в основном попадают в обращение в виде кредита, в отличие от солнца, светит не всем. Кредитные отношения более других основаны на личных отношениях кредитора и кредитополучателя. Но если эти отношения не регулируются законом, то все остальные законодательства направлены только на социальную эмиссию, эмиссию, мировоззрение кредитора. Эмиссия, даже не приводящая к инфляции, производит перераспределение прав собственности и власти в пользу эмитента и связанных с ним финансовых структур, которые не имеют на них ни малейшего права. Многие из происходящего в России и саму политическую систему можно понять, оценивая положение и законодательное обеспечение пятой, а по существу первой и единственной власти – власти денег, осуществляемой через Центральный банк ЦБ. Особенно если учесть, что для государственной власти и руководства ЦБ России народ и экономика страны – не основополагающие элементы в формировании долгосрочных целей и задач. Центральные банки в условиях последнего финансового кризиса. Кстати, в тех странах, где ЦБ не эмансипировались полностью от государства с его традиционными ветвями власти, успехи в области экономики существенно более заметны, чем в тех, где они полностью командуют парадом. Наиболее наглядно это видно на примере Китая, где ЦБ, Народный банк Китая, считается частью правительства и отвечает за государственную денежную и бюджетную политику. А вот в Японии в 1998 году по рекомендациям профессиональных экономистов ЦБ полностью был выведен из-под контроля правительства. Однако ожидавшего чуда выведения страны из состояния затяжной стагнации не произошло. Интересно, что новая правящая партия страны, демократическая партия, по сей, до своей победы на выборах выступала также за самостоятельность ЦБ. Однако после прихода к власти позиция изменилась. Новый министр финансов Наото Кан стал предпринимать попытки контролировать политику ЦБ страны. В условиях нынешнего кризиса и в некоторых других странах делаются осторожные попытки со стороны правительств. Если не контролировать ЦБ, то хотя бы влиять на их политику. Настоящий переполог в мире ростовщиков вызвал, например, решение правительства Южной Кореи направить на заседание ЦБ страны своего представителя. А нынешний президент Аргентины Кристина Фернандес де Кришнер попыталась дать указание президенту ЦБ страны Мартину Ребрадо перевести часть золотовалютных резервов 6,6 млрд долларов и 48 млрд долларов для погашения существенной части задолженности страны перед иностранными кредиторами. Глава ЦБ Аргентины отказался выполнять это указание, расценив его как посягательство президента страны на суверенитет данного института. История еще не закончилась, но получила большой резонанс в мире ростовщиков. Примеры того, как власти отдельных стран пытаются вывести из нынешнего кризиса, получив реальные рычаги управления, находящиеся у ЦБ, можно продолжать. Рупор мировых банкиров Wall Street Journal, приводя примеры наездов правительства на центральные банки, высказывает серьезную озабоченность будущим генеральных штабов ростовщиков. Возможно, это сигнал того, что финансовый кризис в конечном счете может привести к ограничению независимости национальных центральных банков. Что же, некоторые ограничения нельзя исключать, но это лишь тактические отступления ростовщиков и расценивать их как поражения нельзя. Такие отливы в денежной революции ростовщиков бывали и раньше. Вспомним, например, что после Второй мировой войны центральные банки Англии и Франции были даже национализированы и фактически стали частью Минфина, но постепенно все возвращалось на круги своя. Генеральные штабы ростовщиков вновь обретали свой суверенитет. Признаки бунта против центральных банков стали наблюдаться сегодня не только в виде периферийных стран, но также на родине Федерального резерва в США. Все началось с того, что информационное агентство Bloomberg сделало запрос в Федеральный резерв с просьбой предоставить данные о том, кому и в каком объеме этот институт предоставил кредиты в рамках мероприятий по борьбе с кризисом. Получив отказ, агентство обратилось за поддержкой в суд. Суд рассмотрел иск к Федеральному резерву и обязал его назвать имена получателей кредитов и раскрыть объем активов, полученных в РЭС в качестве залогов. Федеральный резерв пошел на то, что стал ежемесячно публиковать свой баланс, но получателей кредитов так и не раскрыл. По сути, это было грубым нарушением закона о свободе информации. На стороне ФРС, естественно, оказались главные банки Уолл-стрит. Например, Ассоциация банков-членов расчетной палаты Клеринг-Хаус-Ассошейтен-ЛЛК подготовила заявление, в котором она отметила опыт банковской индустрии и показывает, что, когда клиенты и участники рынка слышат плохие новости о банке, неизбежно возникают негативные последствия. Члены нашей ассоциации получили доступ к дисконтному окну ФРС, полагая, что Центробанк не раскрывает информацию о займе и особенно о заемщиках. Скандал стал разгораться. В него оказались втянутыми сенаторы и конгрессмены. В ноябре 2009 года в Конгрессе США началась самая настоящая буря. Были предложены два законопроекта, ограничивающие независимость ФРС. Первый из них был предложен демократом и председателем Банковского комитета Верхней Палаты Кристофером Доддом. Суть его в том, чтобы отобрать у Федерального резерва функции надзора за банками. Второе название, акт о прозрачности ФРС, был предложен конгрессменом-республиканцем Роном Полом, который известен тем, что 30 лет своей жизни посвятил борьбе против Федерального резерва. В частности, он написал книгу «Прикончить ФРС», которая в 2009 году стала бестселлером в Америке. В этой книге Пол подчеркивает, что право ФРС печатать деньги противоречит американской конституции, что Федеральный резерв позволяет банкирам делать деньги из воздуха, что ФРС является главным виновником кредитных пузырей и тому подобное. Суть законопроекта Рона Пола в том, чтобы Конгрессу США предоставить право проводить полный аудит Федерального резерва. В настоящее время проводится лишь аудит бюджета ФРС, а ФРС обязан представлять Конгрессу детальный отчет о денежной политике и операциях с другими центральными банками. С момента вброса законопроектов страсти в Конгрессе немного поутихли. Банкирам удалось уговорить часть народных избранников не делать резких движений в сфере управления денежно-кредитным хозяйством страны, так как это может привести к полному краху доллара США. Уж до сейчас стало очевидно, что реформы ДОДДА и Пола могут пройти лишь в сильно урезанном виде. Вместе с тем, обсуждение обоих законопроектов получило большой резонанс как в Америке, так и за ее пределами. Как отмечают некоторые эксперты, впервые с 1913 года аксиома о независимости Федерального резерва была поставлена под сомнение в масштабах всей страны. В 2009 году в Конгрессе США была также проведена серия заслушиваний руководителей ФРС США, включая председателя Совета Управляющих ФРС Бернанке, с целью выяснения целого ряда вопросов. А. Какова роль ФРС в создании условий возникновения современного кризиса? Б. Какова роль ФРС в манипулировании финансовыми и товарными рынками? В. Каковы реальные масштабы денежной эмиссии ФРС в период кризиса? Г. Каким банкам были выданы кредиты ФРС в разгал кризиса? Каковы активы банков-получателей кредитов? Под какие залоги происходила выдача кредитов? Какие критерии отбора банков для получения кредитной поддержки ФРС использовались? В. Почему большие суммы финансовой помощи ФРС американским банкам оказались в зарубежных банках? Мы уже останавливались и не раз еще остановимся на освещении и выяснении некоторых из этих вопросов. А сейчас приведем лишь один образчик того, как руководители ФРС помогают законодателям США прояснить ситуацию в денежном хозяйстве Америки. 21 июля 2009 года конгрессмен от Флориды Алан Грейсон спросил у председателя ФРС Бернанке о странном совпадении. В интернете имеется видеозапись разговора. Осенью 2008 года американский доллар вырос по отношению к многим валютам на 20% ровно в то самое время, когда ФРС устроила валютные свопы с зарубежными центральными банками на сумму в 0,5 трлн долларов. Валютные свопы центральных банков – обмен различными валютами между центральными банками, что представляет собой краткосрочное кредитование для ликвидации дефицита валютной ликвидности. В сентябре 2008 года ФРС США объявила об увеличении лимитов на операции валютных свопов с 9 центральными банками мира с 290 до 620 млрд долларов. В частности, своповая линия в ЕЦБ была увеличена до 240 млрд долларов. с Банком Японии до 120 млрд долларов, с Банком Англии до 80 млрд долларов, с Центральным Банком Швейцарии до 60 млрд долларов. Также были увеличены лимиты по соглашениям об операциях валютных свопов с центральными банками Швеции, Австралии, Норвегии, Дании. Поразмыслив около секунды, Бен Бернанке ответил «Да, это случайное совпадение». Передаем стенограмму дальнейшего разговора. Алан Грейсон «Так что, получил эти деньги?» Бен Бернанке, финансового института в Европе и других странах. Алан Грейсон «Какие именно?» Бернанке «Я не знаю». Грейсон «Это полтриллиона долларов, а вы не знаете, кто получил деньги?» Комментарии, как говорится, в таких случаях излишни. Добавим лишь, что в начале 2010 года в Конгрессе США произошло переизбрание Бена Бернанкина под председателя ФРС на второй строк. Для мировых ростовщиков было непросто убедить общество и законодателей в том, что человек, который по сути организовал в Америке банковский социализм, заслуживает поста председателя ФРС, а не тюремной камеры. Чтобы поднять рейтинг Бернанки, подконтрольный банкиром Уолл-стрит журнал «Тайм» в конце 2009 года пошел даже на то, что объявил его «Человеком года». Страсти вокруг Центрального банка Америки ФРС, которые не на шутку разгорелись в 2009 году, показали следующее. Полную непрозрачность процедур принятия решений руководством ФРС и конкретных операций этого института. Откровенное игнорирование руководством ФРС всех требований со стороны общественности судов Конгресса США, что лишний раз показывает истинную весовую категорию этого института. Сохранение за ФРС по состоянию на начало 2010 года в полной мере своей независимости, то есть статуса, не находящегося под контролем законодательной исполнительной судебной власти института при отсутствии какой-либо ответственности руководителя ФРС за принимаемое решение действия. Например, предыдущему руководителю ФРС удалось в свое время убедить законодателей, что ФРС не несет ответственности за разного рода пузыри, которые возникают на финансовых и иных рынках, и что ФРС должна участвовать лишь в ликвидации последствий таких явлений. Так называемое соглашение Гринспена. Вступлением Америки в полосу кризиса в 2007 году никто не поставил вопрос об ответственности судебной в отношении Гринспена и его преемника Бернанке вступил на должность в начале 2006 года за возникновение пузырей на рынке недвижимости и ипотечных кредитов. Соглашение Гринспена продолжает действовать. Следующее. Использование ФРС для обогащения очень узкого круга банкиров, которых мы называем основными акционерами ФРС и мировыми расставщиками. Способность ФРС осуществлять эффективные манипулирования финансовыми и товарными рынками, а по большому счету и эффективное управление всей мировой экономикой. Еще одна серьезная проблема центральных банков, которую высветил нынешний кризис. Определение главной цели деятельности этих институтов. На протяжении почти двух десятилетий предшествовавших кризису в сообществе центральных банков существовал некий идейный консенсус. Главной целью деятельности ЦБ выступает поддержание ценовой стабильности, то есть борьба с инфляцией. Все остальное оказалось на периферии внимания центральных банков. И темпы экономического роста и занятость, и инвестиции, и выявление ранних признаков возревания кризисов и обеспечения финансовой стабильности и т.д. и т.п. Современный кризис заставил общество задуматься над целевыми установками деятельности центральных банков. Борьба с инфляцией не самое главное. На первое место выдвинулась цель обеспечения финансовой стабильности, которая предполагает и выявление ранних признаков кризисных явлений и проведение активных акций по тушению финансовых пожаров и пересмотра всей системы финансового регулирования и надзора. Эта тема обсуждалась на лондонском саммите группы 20 в апреле 2009 года. О смещении приоритетов в политике денежных властей свидетельствует отчасти то, что на этом саммите было принято решение о создании Совета по финансовой стабильности, действующего под эгидой Банка международных расчетов в Базеле и объединяющего все 20 стран группы. Совет был создан на базе форума по финансовой стабильности, учрежденного в 1999 году под эгидой БМР. Появление форума было реакцией на международный финансовый кризис 1997-1998 годов. Как следует из названия Совета, его основной целью является обеспечение стабильности на мировых финансовых рынках. Практическая реализация этой цели должна осуществляться центральными банками группы 20. Для этого, как подчеркивалось участниками лондонского саммита, центральным банкам необходимо дополнительные полномочия. Уже к началу 2010 года Совет подготовил и представил документ, посвященный принципам банковского надзора. Практическая реализация этих принципов должна ускорить процессы концентрации и централизации банковского капитала. Проще говоря, в банковском секторе останутся лишь гигантские монополии, а средние и малые банки должны умереть. Кроме того, предполагается усиление наднационального банковского надзора и координация деятельности центральных банков под эгидой БМР. Можно заранее сказать, что центральные банки не справятся с решением задачи обеспечения финансовой стабильности, потому что решение этой задачи не предполагает ликвидации таких ключевых дефектов денежной системы, как судный процент и частичное резервирование обязательств коммерческих банков. Но судя по всему, реформирование финансово-банковской системы может привести к тому, что на центральные банки действительно будет возложена миссия обеспечения финансовой стабильности. Центральные банки не только не возражают против этого, но наоборот всячески поддерживают такой вариант реформирования. Почему? Потому что при этом они получают дополнительные полномочия, то есть происходит усиление и без того сильные первые власти в обществе. А то, что финансовой стабильности не будет, мировых банкиров не очень волнует. И раньше центральные банки, их руководители и хозяева не несли никакой ответственности за неудовлетворительное выполнение своей основной уставной цели – поддержание ценовой стабильности. Наивно полагать, что такая ответственность не будет возникать и в случае провалов в обеспечении финансовой стабильности. Президент США Барак Обама, несмотря на ярко выраженную жесткую риторику в отношении банков Уолл-стрит, характерную особенно для первых месяцев его нахождения в Белом доме, среди заявлений Обамы по поводу реформирования банковской системы, которая относится преимущественно к 2009 году, можно выделить такие. А. Разделить крупнейшие банки на несколько самостоятельных структур. Б. Разорвать связи банков с хедж-фондами и фондами прямых инвестиций. В. Наложить запреты на торговлю ценными бумагами за счет собственных средств, то есть фактически за счет средств на депозитных счетах, сохранность которых гарантирует государство. Выражение «собственные средства» означает, что речь идет об операциях, которые не осуществляются по специальному поручению клиентов. Фактически речь идет о предложениях, которые позволяли бы восстановить ту банковскую систему, которая сложилась в США после принятия в 1934 году закона Гласса-Стигала, отделявшего традиционные кредитные операции коммерческих банков от спекулятивных инвестиционных операций. Последние отошли к инвестиционным банкам. В своих предложениях по реформированию финансовой системы стал постепенно склоняться к тому, чтобы ФРС имела больше полномочий, чем она имела до кризиса. Фактически речь идет о том, чтобы закрепить эти полномочия в законе задним числом. Мы уже говорили, что ФРС с нарушением закона оказывала во время кризиса финансовую помощь инвестиционным банкам и страховым компаниям, которые находятся за пределами Федеральной резервной системы. Можно привести примеры выхода ФРС за пределы своей юрисдикции, относящиеся к более ранним периодам времени. Например, в 1998 году ФРС, до лица ее руководителя Гринспена, активно участвовала в спасении гигантского хедж-фонда Langtem Capital Management. Гринспен лично участвовал в переговорах по созданию консорциума из 14 банков Old Street. Этот консорциум предоставил хедж-фонду финансовую помощь на беспрецедентную по тем временам сумму 3,7 млрд долларов. Аналитики высказывают предположение, что выданные консорциумом кредиты были рефинансированы Федеральным резервом. Можно без преувеличения сказать, каждый экономический банковский кризис – еще один шаг к продвижению главных ростовщиков мировой власти. Буквально на наших глазах притворяется в жизнь положение, разработанное век назад теории Гильфердинга. Речь идет о теории организованного капитализма, в которой утверждалось, что управление всей экономикой должно неизбежно перейти к банкам. Это, по мнению автора теории, должно привести к тотальному учету и контролю. Циклические кризисы капитализма уйдут в прошлое. Наступит эра организованного капитализма. При этом такой капитализм Гильфердинг не стеснялся называть тоталитарным обществом. Подробнее о Гильфердинге и его теории организованного капитализма. Глава 25. Карл Маркс, Ротшильды и механизмы долгового ограбления народа. Раздел о соотношении промышленного и торгового банковского капиталов. Банк России или филиал ФРС. Логично закончить разговор о центральных банках нашим российским центральным банком. В силу особой роли центрального банка в экономике и финансовой системе Российской Федерации данная тема заслуживает целой книги. Ограничимся несколькими штрихами. Статус, цели, функции, виды операции и другие аспекты деятельности центрального банка страны зафиксированы в федеральном законе о центральном банке Российской Федерации, Банке России. Мы рекомендуем наиболее вдумчивым и любознательным читателям ознакомиться с этим документом. Закон очень любопытный и лукавый. Обратим внимание на следующие моменты. Момент первый. Закон о центральном банке Российской Федерации, Банке России фактически выводит центральный банк из-под контроля государства. Известные политики, общественные деятели. В свое время заместитель председателя счетной палаты Юрий Болдырев на вопрос, что такое центральный банк, отвечает словами поэта «Не мышонок, не лягушка, а неведомо зверушка». Юрий Болдырев пытался проверять деятельность такой таинственной институции, как Банк России, за что поплатился своим креслом в высшем финансово-контрольном ведомстве нашей страны. В Конституции Российской Федерации говорится, что Центральный Банк Российской Федерации – орган государственного управления. Но вот к какой ветви власти, законодательной, исполнительной, судебной или еще какой-то данный институт относится, разъяснений не дается. А в федеральном законе о Центральном Банке Российской Федерации и Банке России вообще загадочная формулировка – Банк России не отвечает по обязательствам государства, а государство по обязательствам Банка России. Статья 2. Давайте попробуем разобраться в этой талмудической казуистике. Центральный банк может быть органом государственного управления, но при этом не быть государством. Как так? Это возможно в таком случае, если фразу «орган государственного управления» понимать следующим образом – орган, который управляет государством. В результате приходим к выводу – Центральный Банк – не государственный институт, который управляет государством. То есть Центральный Банк – институт, стоящий над национальным государством. Мы не занимаемся никакой конспирологией, а просто внимательно читаем наши российские законы. Сопоставление этого логического вывода со многими другими фактами нашей российской и не только российской жизни подтверждает, что вывод верен. Вот глава счетной палаты Степашин. Судя по всему, не изучал внимательно российские законы и пытался проверить такую непрозрачную сторону деятельности Банка России, как управление золотовалютными резервами. Однако, с удивлением, получил отпор со стороны господина Кудрина, который возглавляет Национальный банковский совет. По закону это высший орган управления Банком России и который поставлен для того, чтобы никто не смел посягнуть на независимость этого института. Аудиторов счетной палаты до сих пор не допускают на порог этой конторы с вывеской «Банк России», более секретной, чем пресловутой КГБ «Годы глухого застоя». А вдруг они узнают, что Банк России – это филиал ФРС США? Момент второй. В статье второй закона ОЦБ есть такая фраза «Уставной капитал и иное имущество Банка России является федеральной собственностью. В соответствии с целями и в порядке, которые установлены настоящим федеральным законом, Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обременение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Сразу отметим, что главным компонентом имущества, на которое распространяются полномочия Банка России, являются золотовалютные резервы – ЗВР, то есть добрая половина того, что российская экономика зарабатывает в денежном выражении. Все остальное здание, мебель, компьютеры и тому подобное – сущая мелочь, не более 1% всего имущества Банка России. Так вот, оказывается, Банк России фактически имеет блокирующий пакет при решении вопросов, связанных с использованием ЗВР. То есть, хозяином имущества ЗВР вроде бы является Российская Федерация. Именно она и никто другой по Конституции РФ является единственным хозяином федерального имущества. А Банк России вроде бы как выступает в роли приказчика или управляющего имуществом хозяина. И вдруг оказывается, что хозяин без ведома приказчика не может распоряжаться имуществом. А по жизни уже давно приказчик превратился в хозяина. Вот как комментирует автор материала «Кому принадлежит ОЦБ». Подобную пикантную правовую коллизию, иными словами, государство может стать банкротом даже при огромном золотовалютном резерве. ЗВР неприкасаем. ЗВР есть, да не про вашу честь. Вот о чем говорит эта статья. Статья 2 закона ОЦБ. Момент третий. Банк России имеет очень большое сходство с институтом под названием «Валютное управление», который получил большое распространение в экономически отсталых странах. Это что-то наподобие валютного обменника. С его помощью накапливаемые экспортерами запасы долларов и других резервных валют, а также валютные средства иностранных инвесторов обмениваются на национальные деньги. Получается, что эмиссия национальной валюты никак не увязывается с потребностями страны в деньгах. Ее объем зависит исключительно от конъюнктуры мирового рынка, а также от настроений иностранных инвесторов, которые могут в любой момент приходить и уходить из страны. Таким образом, ни Центральный банк, ни правительство страны не имеют реальных рычагов управления финансовой системой, а стало быть и экономикой страны. Даже смешно, когда наши власти говорят, что в условиях кризиса они переходят к управлению страной в ручном режиме. Они не управляют страной ни в ручном, ни в каком ином режиме, поскольку к рычагам денежного управления они не допущены. Банк России практически не занимается рефинансированием, проще говоря, кредитованием отечественных коммерческих банков. Тем самым, нашим банке вынуждены обращаться за кредитами к зарубежным банкам, то есть мировым ростовщикам, попадая во все большую долговую зависимость от них. По сути, федеральный закон о Центральном банке и реальная политика денежных властей страны превратили Банк России в некое подобие филиала Федеральной резервной системы США, лишили Российскую Федерацию ее финансового сувенирнитета. Момент четвертый. Чтобы у Банка России не было соблазна превратиться в валютного обменника, в некое подобие настоящего Центрального банка, законодатели специально ввели в закон ОЦБ статью 22. Указанная статья гласит. Банк России не вправе предоставлять кредиты правительству Российской Федерации для финансирования дефицита федерального бюджета, покупать ценные бумаги при их первичном размещении за исключением тех случаев, когда это предусматривается федеральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе предоставлять кредиты для финансирования дефицитов бюджетов, государственных небюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Мы выше отмечали, что ФРС осуществляет денежную эмиссию прежде всего посредством предоставления кредитов правительству. В руки Федерального резерва разными путями попадают ценные бумаги правительства, облигации и казначейства. И под них банки имитируют деньги. Примерно такая же модель денежной эмиссии существует в Европе, в Европейской Центральной Банке и в Японии. Значительная часть государственных облигаций имеет длительные сроки погашения, что позволяет банкам развитых стран формировать длинные кредиты, с помощью которых можно осуществлять финансирование долгосрочных проектов. Эмиссия денег под обязательства правительства позволяет проводить денежно-кредитную политику, не зависящую от внешнеэкономических факторов. Все это находится в разительном контрасте с тем, что мы имеем в России. Денежная эмиссия Банка России напрямую определяется конъюнктурой на мировом рынке углеводородов. Наши профессиональные экономисты очень любят ссылаться на западный опыт, но в данном случае они делают вид, что не замечают этого опыта. Момент пятый. Банк России имитирует бурную деятельность по борьбе с инфляцией, а на самом деле он занимается тем, что систематически душит товаропроизводителей. Руководство Центрального банка путает причины и следствия в экономике, а может быть делает вид, что путает. Денежные власти страны устанавливают высокую ставку рефинансирования, ставку кредитов Банк России для коммерческих банков. Сегодня она находится где-то на уровне 10%. Стало быть, коммерческие банки, которые должны получить свой доход, так называемую маржу 10-15%, повышают ставки кредитов для предпринимателей реального сектора экономики до 20-25%. А эта ставка является убийственной для предприятий, так как рентабельность производства в большинстве отраслей экономики сегодня ниже 20-25%. В условиях кризиса Центральные банки других стран понизили ставки рефинансирования до 1-2%. Почему же Банк России здесь проявляет такую оригинальность, такую жесткость, учитывая, что экономика находится в состоянии кризиса? Логика у денежных властей такова. Ставка рефинансирования не может быть ниже показателя инфляции. То есть инфляция у денежных властей выступает в качестве фактора, определяющего ставку по кредитам. Иначе говоря, у них инфляция причина, а процент по кредиту следствие. Но все наоборот. Дело в том, что инфляционный рост цен определяется в немалой степени процентами по кредиту. Ведь плата за кредит в условиях рыночной экономики важнейшая составляющая издержек производства. В рыночной экономике, нравится нам это или нет, деньги действительно стали таким же фактором производства, как рабочая сила. Капитал, основные фонды, земля, природные ресурсы. Удорожание денег также раскручивает инфляционный рост цен, как и удорожание рабочей силы или земли. Если, скажем, средний процент по кредиту равняется 25%, то это означает, что стоимость денег в экономике также равна 25%, и что издержки товаропроизводителей повышаются на четверть по сравнению с ситуацией, когда ставка по кредиту равна нулю. По сравнению со ставкой 5%, повышение издержек составит 20%. Стало быть, для того, чтобы снизить инфляцию, надо понизить ставки по кредиту. А ставки по кредиту зависят от количества денег в обращении. Чем меньше денег, тем выше спрос на них, тем выше процента по кредиту. Стало быть, корень инфляции в недостатке денег. А центральный банк страны как раз и создает дефицит денег в экономике, сохраняя ставки рефинансирования на высоком уровне. То есть, Банк России под предлогом борьбы с инфляцией не решает своей основной задачи – обеспечения хозяйства достаточным количеством денег. Сегодня уровень монетизации, то есть обеспеченности деньгами ниже, чем в США, Западной Европе, Китае и ряде развивающихся стран. Показатель монетизации экономики представляет собой отношение денежной массы в виде агрегата М2 – наличие деньги, наличные деньги плюс депозитные деньги. К ВВП. В Российской Федерации значение этого показателя равняется сегодня примерно 40%. В большинстве экономически развитых стран находятся в среднем на уровне 80% в Китае – 150%. В Китае – 150%. Показатель монетизации экономики представляет собой отношение денежной массы в виде агрегата М2 – наличные деньги плюс депозитные деньги. К ВВП. В Российской Федерации значение этого показателя равняется сегодня примерно 40%. В большинстве экономически развитых стран находятся в среднем на уровне 80% в Китае – 150%. Справедливости ради следует сказать, что по сравнению с прошлым десятилетием уровень монетизации российской экономики несколько повысился. Однако это произошло в значительной степени стихийно, под влиянием внешних факторов – высокие цены на нефть, увеличение экспортной выручки, обмен нефтедолларов на рубли. Повышение предложения денег на внутреннем рынке не привело к здоровому оживлению российской экономики, росту инвестиций в производство, изменению сырьевой структуры экономики и т.п. А трансформировалось в инфляционный рост цен на товары и услуги, а также в появление пузырей на фондовом рынке и рынке недвижимости. Процессы, которые происходили в экономике после кризиса 1998 года, показывают, что Центральный банк, функционирующий на принципах валютного управления, не в состоянии управлять процессом инфляции в стране. Правда, в управлении инфляцией Банку России пытается помогать Министерство финансов РФ, которое уже в течение нескольких лет изымает излишнюю денежную массу из обращения, формируя стабилизационный фонд. То есть Минфин следует той же логике, что Банк России чем меньше в обращении денег, тем лучше. Итак, денежные власти страны перепутали причину и следствие связки цена денег инфляции. Исследовали в своей денежно-кредитной политике извращенные логики цена денег определяется инфляцией. Отсюда вытекают две неприятных для российской экономики следствия. Следствие первое. Высокая цена на деньги и вызываемый этим инфляционный рост цен. Следствие второе. Быстрый рост внешней задолженности российских предприятий и банков, которые вынуждены обращаться за дешевыми деньгами к зарубежным банкам. В середине текущего десятилетия в российской экономике начался бум, который был обусловлен дешевыми зарубежными кредитами. При этом кредиты шли в те сектора, которые были хорошо обеспечены залогами или имели быструю оборачиваемость капитала. Нефтяную промышленность, недвижимость, торговлю. Кое-что через межотраслевые связи стало перепадать и другим секторам экономики. Неглинка Банк России и Ильинка Минфин к указанному оживлению не имели почти никакого отношения. Единственный шаг, который сделали денежные власти очень прост. Они отдали российскую экономику на откуп западным ростовщикам. При этом, однако, денежные власти не забывали регулярно рапортовать об оживлении как о своем достижении. Оборотной стороной этого оживления стало то, что за последние десятилетия 10 лет совокупный внешний долг российских компаний и банков увеличился на порядок и превысил в конце 2009 года 400 миллиардов. Об экономических, социальных и политических следствиях быстрого роста внешней и государственной задолженности мы распространяться не будем. Слишком обширная и больная тема. Отметим только, в 2010 году выплаты по внешнему долгу должны составлять 106,4 миллиарда долларов. По нашим оценкам, так называемых резервных денег, резервный фонд и фонд национального благосостояния хватит с трудом лишь для того, чтобы расплатиться с долгами стратегически значимых российских предприятий. Больше половины всех внешних долгов России приходится на долги государственных компаний. А если не расплатимся, то они уйдут за долги иностранным ростовщикам. А уж о повышении национального благосостояния придется забыть. Таким образом, резюмируем, Банк России верно и неуклонно проводит политику уничтожения российской экономики. В заключение темы позволю провести пространную цитату из работы Владимира Дегтярева, которая дополняет вышесказанное о Центральном банке России. Если Госбанк СССР обеспечивал движение государственных финансовых ресурсов, то ЦБР, Центральный банк России, был отделен от государства. Сделано это по рекомендации американских специалистов. Тогда главные центры управления страной были буквально наводнены кадровыми сотрудниками спецслужб США, которые диктовали новым чиновникам, что и как надо делать для пресловутого переустройства жизни в стране. В СССР именно правительство решало, какую власть поступивших финансовых средств, в том числе вновь имитированных и валютных, использовать для государственных нужд, а какую для пополнения ресурсов Госбанка. В демократической России государство в лице правительства было полностью лишено права распоряжаться как рублями, так и валютой, которую импортеры обязаны были ему продавать. Оно могло лишь поменять в ЦБР полученную тамошнюю валюту на рубли, на худой конец занять у него некоторую сумму. По сути главный эмиссионный и расчетный центр страны был превращен в некую частную фирму, контролируемую узким кругом лиц из числа его руководителей и тех, кто причастен к их назначению. Если прежде денежная эмиссия была монополией государства, то теперь деньги стала печатать частная лавочка, а эмиссионный доход до этого поступавший в госбюджет стал законным заработком этих лиц. И хотя ЦБР формально числится государственным учреждением, его руководителям давно право определять пути использования поступивших в их распоряжении финансовых ресурсов и придумывать формы своей отчетности. Остальное, как говорится, дело техники. ФРС – вершина мировой финансово-банковской системы. Попробуем разобраться в вопросе о роли и месте ФРС в современной мировой финансово-банковской системе. Дадим беглый обзор структуры и основных элементов этой системы. Во-первых, эта система уже сегодня имеет глобальные масштабы. Национальные финансово-банковские системы оказываются как бы растворенными в глобальной системе. Это произошло в результате того, что на протяжении последних десятилетий последовательно демонтировались национальные системы запретов и ограничений на трансграничные финансовые операции. Во-вторых, происходит ускорение процессов концентрации и централизации банковских капиталов. В результате этого процесса количество банков быстро уменьшается. Этот процесс просматривается во всех странах. Скажем, в США за период с 1985 по 1995 год число банков уменьшилось с 15 тысяч до 10 тысяч, а сегодня составляет немного более 8 тысяч. Гиганты банковского бизнеса уже близки к тому, чтобы полностью поглотить банки стран периферии мирового капитализма. Уже сегодня, например, в странах Восточной Европы иностранному капиталу принадлежит 90-100% банковского сектора. Часть банков, поглощенных избранными банками, превратится в филиалы, которые будут присутствовать во всех частях мира. Уничтожение национальной банковской системы будет означать, что некогда независимые страны окончательно потеряют свой суверенитет. В-третьих, сегодняшняя мировая банковская система обрела четко выраженную иерархическую структуру. Еще в середине прошлого столетия она имела более плоскую конфигурацию. Сегодня эта конфигурация имеет вертикальные измерения. Рассмотрим этот вопрос подробнее. На верхнем уровне мировой банковской системы находится такой институт, как Федеральная резервная система США, которая по недоразумению воспринимается как Национальный центральный банк США. Федеральный резерв – наднациональная частная структура, контролируемая несколькими крупными акционерами. Вероятно, не все из них даже являются гражданами США. Что касается связи Федерального резерва с США, то она чисто формальная. Он фактически не подконтролен властям США. С Америкой Федеральный резерв связывает прежде всего то обстоятельство, что принадлежащий ему печатный станок находится на территории США, регистрация в юрисдикции Соединенных Штатов. А бумажная продукция этого станка гуляет по всему миру. Ее обеспечением являются не товары и активы американской экономики, не золото Форт Нокса, а Пентагон с его зарубежными военными базами, бомбардировщиками и авианосцами. Следующим по значению значимости и влиянию после ФРС является один институт, о котором говорят и пишут крайне мало. Его иногда называют правой рукой Федерального резерва. Речь идет о Банке международных расчетов БМР со штаб-квартиры в швейцарском городе Базель. БМР был создан в 1930 году. Сегодня его называют клубом центральных банков, кредитором самой последней инстанции, центральным банком центральных банков. Он совмещает в себе функции площадки, на которой руководители ведущих центральных банков вырабатывают свою скоординированную политику. Кроме того, БМР занимается финансовыми операциями. В частности, почти все ЦБ держат часть своих международных резервов на депозитах этого скромного швейцарского банка. БМР также выдает кредиты центральным банкам, осуществляет операции с золотом. Конечно, БМР не является самой последней высшей инстанцией мировой закулисы, но он эффективно и оперативно притворяет в жизнь те решения мандиалистских структур, которые касаются банков и финансов. Решение трехсторонней комиссии Бильдербергского клуба Совета по международным отношениям. Немного ниже находится европейский центральный банк, который по сути тоже оказывается над национальной структурой. Он контролирует центральные банки большинства стран ЕС. Совместно с ними участвуют выпуски над национальной денежной единицей евро. Большинство центральных банков зоны золотого миллиарда сегодня оказались под контролем ЕЦБ. За пределами прямого действия ЕЦБ сегодня находится Федеральный резерв США, Банк Англии, Банк Японии, Центральные банки Канады, Австралии, Швеции и некоторых других экономически развитых стран. На наших глазах наблюдается все большая централизация банковских систем стран, входящих в еврозонный европейский союз. В декабре 2012 года на очередном саммите руководителей стран ЕС было принято решение о создании банковского союза стран еврозоны. Сегодня в 17 государствах еврозоны насчитывается около 6000 банков. До принятого решения они подчинялись своим национальным центральным банкам, получая от них необходимое рефинансирование и находясь под их банковским надзором. В условиях банковского союза банки должны перейти в прямое подчинение ЕЦБ. Было принято решение, что уже в 2013 году под контроль ЕЦБ перейдут 2000 самых крупных банков. Остальные на какое-то время будут оставаться под национальными центральными банками. Но рано или поздно ЦБ стран Европы могут оказаться не у дел. А некогда национальные банки Германии, Франции, Италии и других стран просто станут безликими европейскими банками. На саммите в декабре 2012 года к участию в Европейском банковском союзе были приглашены также 10 стран, являющиеся членами ЕС, но находящиеся за пределами еврозоны. Три из них Великобритания, Швеция, Чехия сразу же отказались. Банк Англии старейший из центральных банков. Он занимает особое место в мировой банковской иерархии. Формально он входит в так называемую европейскую систему центральных банков ЕСЦБ, состоящую из ЕЦБ и центральных банков 27 стран ЕС. Но в ЕСЦБ он держится особняком, в еврозону не входит, продолжает выпускать национальную денежную единицу фунт стерлингов, до сих пор оказывает сильное влияние на центральные банки некоторых стран, некогда входивших в состав колониальной системы Британии. Теперь перейдем к рассмотрению более низкого уровня мировой банковской иерархии. Это центральные банки стран, не относящиеся к золотому миллиарду. За редкими исключениями, это даже не центральные банки в полном смысле слова, точнее их можно назвать валютными правлениями. Они фактически лишены самостоятельности в выпуске национальных денежных единиц, функционируют по принципу валютных обменников. Такие, с позволения сказать, центральные банки находятся в жесткой зависимости от центральных банков тех стран валюты, которых они накапливают в международных резервах. Банк России, центральный банк Российской Федерации, имеет много признаков валютного правления, так как рубли выпускаются при покупке им на валютном рынке долларов США и евро. Особое место в иерархии центральных банков занимает эмиссионные институты нескольких стран, имеющие особые национальные модели денежной эмиссии. В первую очередь речь идет о Народном банке Китая. Он отличается и от центральных банков стран золотого миллиарда и от валютных правлений стран периферии мирового капитализма. Среди институтов, которые обслуживают интересы мировых банкстеров, следует также назвать Международный валютный фонд, Всемирный банк, Европейские банки реконструкции и развития, прочие международные финансовые организации. Слава и мощь этих организаций в прошлом не следует переоценивать, в частности, роль МВФ, которая иногда по недоразумению считает главным институтом Международной финансовой системы. С определенной натяжкой можно утверждать, что так было раньше, когда существовала Бреттон-Вудская валютная система. Поддержание стабильности указанной системы фонду действительно отводилась важная роль. Но в 70-е годы Бреттон-Вудская система рухнула, на смену ее пришла Ямайская валютная система. Фонд в значительной степени оказался не у дел. Фонд оказался на подхвате у мировых банкстеров, в частности, насаждая по всему миру идеи экономического либерализма. Под центральными банками находятся коммерческие банки. В некоторых странах их число измеряется тысячами. Например, в США их сегодня более 8 тысяч. В 17 странах еврозоны 6200. Их из них в Германии более 3000. Во Франции более 1000. В Великобритании свыше 400. В России банков около 1000. Но фактически меньше, так как некоторые лишились лицензии и бездействуют. Во всем мире число коммерческих банков измеряется десятками тысяч. Очень разных по своим масштабам. Собственный капитал, активы. Но в этом бескрайнем море коммерческих банков выделяется всего несколько десятков крупнейших банков, которые можно назвать избранными или приближенными. Приближенными к кому? К центральным банкам, что дает им возможность получать продукцию печатного станка из первых рук. Это совершенно исключительная привилегия немногих банков. Ведущие коммерческие банки контролируют центральные банки, а центральные банки отоваривают избранные банки деньгами. Это ключевая стратегически важная смычка, о которой нам мало что известно. Это основа банковской коррупции, на фоне которой другие виды коррупции, бытовая, бюджетная, бледнеют. По своим капиталам, активам, оборотам избранные коммерческие банки Олд Стрит и Лондонского Сити, превосходят центральные банки многих стран периферии мирового капитализма. Всем известны звучные названия таких банков Citigroup, Goldman Sachs, Bank of America, Fargo, JP Morgan, Morgan Stanley, Berklais, Midlade, Santander, Royal Bank of Scotland, ANB Amro, Societe General, Deutsche Bank и так далее. Все эти прямо или опосредованно контролируются кланами Ротшильдов и Рокфеллеров. Два с половиной года назад были обнародованы результаты исследования специалистов из технологического института в Цюрихе. Ими была обработана база данных по состоянию на 2007 год о миллионах компаний в мире с целью выявить крупнейшие субъекты мировой экономики и связи между ними. На выходе получилось, что на вершине мировой экономики находятся 1300 крупнейших ТНК и ТНБ, контролирующие 60% мировой экономики. А ядром мировой экономики являются 147 компаний и банков, владеющие 40% богатств планеты. Эти 147 компаний и банков олицетворяют собой золотой миллион, который завтра официально о себе заявят и потребуют, чтобы миллиарды жителей планеты беспрекословно выполняли все его указания и приказания. В этом ядре мы видим приближенные банки и ряд нефинансовых корпораций, которые образуют альянс мирового финансового капитала. Банки приближены прежде всего к Федеральному резерву и отчасти к ЕЦБ и Банку Англии. На первом месте в списке 147 стоит банк Берклайс, подконтроленный клану Ротшильдов. Схема работы членов клуба 147 очень проста. А. Приближенный банк получает продукцию печатного станка, соответствующего ЦБ. Б. Приближенный банк выдает кредит своему партнеру, работающему в нефинансовом секторе экономики. В. Нефинансовая компания приобретает за счет полученного кредита активы в разных уголках мира. При этом в последние годы выявилась такая особенность – кредиты не возвращаются или возвращаются не полностью и не в срок. Мы уже об этом говорили выше. Происходит молниеносная операция по захвату мировых богатств. Тут уж не до таких сантиментов, как добросовестное выполнение кредитных соглашений. Захват есть захват. Победителей не судят. А вот ожидаемые победители – банкстеры – почти наверняка будут всех судить. Создана разветвленная инфраструктура банковской системы, включающая рейтинговые агентства, аудиторские компании, различные органы регулирования и надзора за финансовыми рынками. Все они прямо или скрыто подыгрывают главным акционерам и бенефициарам ФРС и ЕЦБ, других центральных банков, обеспечивая режим наибольшего благоприятствования для избранных коммерческих банков. Я обрисовал картину мировой банковской иерархии, которая сложилась на начало 2013 года. Крупные политические и экономические события в мире могут внести существенные коррективы в некоторые линейные тренды. Продолжение следует...